МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Спасибо всем, кто нас смотрит. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Заехал и застрял. Проезды барнаульских дворов весной вызывают ужас у автовладельцев. Без алкоголя оно тоже вредно. Алтайские депутаты просят ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним. И вновь расцвели. Могут ли такие подснежники быть удобрением? Реально ли наказать хозяев тех, кто их оставляет? Не пройти, не проехать. Горожане возмущены состоянием проездов во дворах. Если на центральных дорогах и магистралях давно практически чистый асфальт, то при заездах во двор, и если вы не на джипе, можно и бампер оставить. Почему весной снег в дворовых проездах никто не убирает? И можно ли решить проблему, разбирался Андрей Дреер. Да, мы знаем, лучики тепла уже доверчиво глядят ваше окно, а мы все до сих пор про дворы и снег. Точнее, про то, во что он превращается. Вот в такие лужи или месиво. И да, мы опять на Чкалово 57, мы в феврале здесь уже были. Но ранней весной с уборкой этого двора все стало еще хуже. Вернемся сюда, но для начала пару кадров из жизни Барнаула. Это горожане выталкивают машину скорой помощи. По словам пользователя соцсетей, на улице Юрина два дня подряд скорая не могла добраться до пациентов. Вытаскивали своими силами. Таких сообщений в соцсетях немало. Подъезд к школе номер 128. Ну, вот так вот выглядит это все дело. Как сюда сейчас дети будут продукты возить, неизвестно. Картина на улицах подтверждает слова пользователей соцсетей. Все-таки мы догадываемся, что такие тротуары и проезжие части доставляют удовольствие не всем. Но чтобы проверить догадку, спросили барнаульцев. Ну вот у нас в водоре, например, там почти не пройти. Там постоянно лужи, снег какой-то. Ну, что-то приезжают, убирают, но не видно постоянно. Там снег лежит. Ну, я так понимаю, когда несколько дней растаяло, а потом подмерзло, было сложнее всего. Да, 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 было отвратительно просто ходить. У нас недавно трактор прошел, у нас дворник приличный. Возле дома у нас прекрасно. Я довольна, мы довольны. Качество уборки я бы на троечку бы оценил. Потому что вот если брать улицы такие небольшие, как наша, интернациональные, у нас очень отвратительно в этом году убирают. Буквально все во льду, все в снегу. И вот сейчас вода течет, течет. И вот буквально там на перекрестке у нас невозможно пройти, потому что там почти по колено воды. Видео таких дворов нам присылают пользователи. Это, например, любительские кадры одной придомовой территории в поселке Южный. Но вернемся, как и обещали, на Чкалово 57. Здесь, как говорит представитель Народного фронта Сергей Войтюк, проблема в форме управления домом. Это товарищество собственников недвижимости. Но для работ они нанимают управляющую компанию. Необычная форма управления, которая вносит разлад. Хотя, конечно, этот дом только иллюстрация общегородской проблемы. Я для себя, может быть, это и заблуждение. Вижу это в том, что у нас достаточно много полномочий были сняты с муниципалитетов. У нас ушла контрольная надзорная функция с муниципальных органов власти. И она перешла в государственную жилищную инспекцию, в которой объективно, они сами это признают, недостаточно ни кадрового потенциала, ни возможности. Просто нет эффективного контроля. А раз нет контроля, значит, позволительно, условно говоря, вот таким образом содержать, по большому счету, придворовую территорию. Депутаты Барнольской гурдумы уже предлагали хотя бы отчасти вернуть функции контроля над управляющими компаниями, муниципалитетом. Районные администрации банально ближе к проблемным домам, чем жил инспекция. Ну, остается надеяться, что благодаря стараниям законотворцев во дворах станет и чище, и красивее, и не захочется жителям многоквартирных домов не доставать чернил, не плакать. А пока лучше запастись и чернилами, и терпением, и знаниями в правильном составлении официальных жалоб пригодится. Андрей Дрир, Николай Шилко. День с толком. Бейчане решили бороться со снегом своими силами. Работяги с завода и учителя русского языка за пару часов очистили лестницу, ведущую к коммунальному мосту. Напомним, Наукоград этой зимой буквально утопал в снегу. Из-за плохой уборки осадков в феврале водители автобусов даже устроили забастовку. Наши коллеги из Бийска пообщались с активистами, которые обещали продолжить череду добрых дел. Коммунальные службы Бийска тупо не справляются с погодными условиями. Поэтому простые пацаны вышли на улицы города немного очистить его от стихийных бедствий. Взяли лопаты в руки и вперед. Бийским активистам надоело смотреть на то, как наш город утопал в снегу. В марте, когда шли снегопады, состояние дорог и путепроводов оставляло желать лучшего. Молодые люди решили внести свою лепту. Собрались и поочистили лестницу, которая ведет на коммунальный мост. Идея как-то пришла коллективно на самом деле. Просто был случай конкретно, что по мосту шли. И увидели состояние этих лестниц, особенно вот с этой стороны моста. Там прям конкретно была наледь. Спуститься было невозможно, просто только руками. Ну, плюс женщина рассказала, что конкретно она упала отсюда, прям скатилась. То есть вот спускалась сверху и скатилась до низа. То есть проблема такая существовала. На расчистку добровольцы потратили всего два часа. Это при том, что их было трое. Лестница на коммунальном мосту – это не единственное место, где они навели порядок. Также молодые люди расчищали пешеходные переходы, помогали убирать снег пожилым. И все это на голом энтузиазме. У нас в плане активизировать молодежь. Мы пытаемся не только просто прийти и поработать, еще познакомиться друг с другом. Мы планировали больше народу собраться, но собралось нас мало. Надеемся, в дальнейшем будет еще больше народу. Отвлечь молодежь от гаджетов и взяться за общее дело – это основная идея, которую хотят донести активисты. Сейчас они состоят в городском профсоюзе и пытаются привлечь как можно больше идейных людей. Обычно, как все считают, у нас проблема-то в чем, что профсоюз – это в основном с финансами у нас связано, но на самом-то деле профсоюз очень много проблем решает. Он за ваши права борется, он, если что, юридическую помощь может вам оказать. И вот таких активистов, как я, пристроить, допустим. Очень организация нужная для нашего города и, в принципе, для России, я считаю. Планов на будущее много. В ближайшее время добровольцы хотят уделить время школьникам. По их мнению, чем раньше начать работу в этом направлении, тем ближе будет успех. Ведь кто, если не мы, сами может помочь городу и друг другу в сложную минуту? Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. День с толком. Продолжим. Краевые депутаты выступили за ограничения продажи несовершеннолетним энергетиков, даже без содержания алкоголя. Закон об этом в первом чтении сегодня приняли в Алтайском парламенте большинством. После истории с вейпами это кажется объявлением новой войны. Что депутаты имеют против энергетиков и какие еще важные законы обсуждали, расскажет Анастасия Дороган. Тема налогообложений спустя несколько заседаний все еще актуальна. После отмены вмененки на патент перешли 9 тысяч предпринимателей. Это четверть. Но их число вырастет, уверены депутаты. Сегодня они приняли закон, что с 22-го года стоимость патента для магазинов розницы будет зависеть от квадратуры. Если раньше мы для тех людей, кто занимался торговодительством, там 150 метров было ограничение для малого бизнеса и был патент на объект. То есть сейчас мы вводим метры. То есть те, раньше как-то, я имею два магазина, один там 100 метров, 50, и я платил одинаковую сумму. Но это несправедливо. А теперь мы для мелких магазинов, для всех, кто имеет небольшие магазины, на своем сельском местности, вводим дифференции за каждый метр. Льготы на транспортный налог будут начислять автоматически, без заявления и на технику с максимальной суммой налогообложения. Эта мера начнет действовать уже в этом году. Возможно, в 21-м мы увидим и новый вид ограничений для детей. Депутаты предлагают продавать им даже безалкогольные энергетики только после 18 лет. Слишком вреден состав напитка, особенно кофеин, с учетом его нездоровой концентрации в одной банке, при том, что одной, дети редко ограничиваются. 150 – это для взрослых. Для детей – 2,5 мг. То есть вот эту баночку ребенку пить, естественно, нельзя. Доза должна быть в 2-3 раза ниже. Обсуждение этого вопроса затянулось. Звучали мнения о здоровье детей и сомнения в объективности депутатов-предпринимателей, выпускающих эти напитки. Стоит зайти, пообсуждать эту тему на предмет ограничений и разъяснения. О превышении, и о чем говорит Александр Федорович сегодня, о превышении, о чрезмерном употреблении. Но вот так вот голословно подойти давайте запретим. То есть, ну мы и так много чего запрещаем. И я уж не говорю про бизнес. Еще раз повторяю, доля безалкогольных, тонизирующихся напитков в нашей компании занимает менее 1%. Так случится, что ко второму чтению мы придем, что напишем в этот законопроект, что нельзя краску нюхать, бензины и так дальше. Поэтому нам бы тут в маразм не уйти. Надо пригласить огромное количество общественности. А первоочередное, все же, я думаю, что это родители должны работать со своими детьми. В первом чтении закон принят, ко второму в парламенте обещали его подробно обсудить. Кроме того, сегодня депутаты утвердили отчет уполномоченного по правам человека Бориса Ларина. В 2020-м главной темой его работы была, конечно, медицина. Вернее, ее ограниченность. В принципе, в крае эти ограничения вводились соразмерно. То есть ситуации, которые складывались, они не носили никакого дискриминационного характера отношений каких-то категорий лиц. И они соответствовали действующему законодательству. И хотя Ларин назвал 2020 годом беспрецедентных ограничений, обращений к нему было меньше, чем в 2019-м. Тем не менее, общая задача перешла и на этот год – восстановить доступ населения к плановой помощи. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Минус 2,5 тысячи предпринимателей. Именно столько потерял край за период пандемии 2020-го. Правда, причина кроется не только в коронавирусе, уверен уполномоченный по правам бизнесменов Андрей Осипов. Многие закрылись по рядовым причинам. А вот что еще могло повлиять на статистику, так это снижение количества вновь зарегистрированных игроков малого и среднего бизнеса. Конечно, говорить о том, что 2020 год был идеальным годом для регистрации бизнеса, наверное, не стоит. Потому что, понятно, даже многие, те, кто хотел начинать новые проекты, в том числе и действующие, многие вынуждены были приостановиться. Потому что была задача сохранить у большинства, скажем, добросовестных предпринимателей свой коллектив. К слову, смена налоговых режимов в 2021 году также всклыхнула бизнес. Порядка 15 тысяч предпринимателей перешли с вмененки на упрощенку. На патентную систему более 16 тысяч. И это не предел. Алтайские депутаты уже рассматривают вопрос о расширении списка патентной деятельности. Его тоже обсуждали в рамках сессии. Напомню, было принято решение ввести выдачу патентов на междугородние перевозки и скорректировать расчет налога на грузоперевозки. К другой теме. Неприятные подснежники. С приходом весны барнаульцы вновь начали жаловаться на экскременты, которые остаются после выгула собак. Их много в парках, на аллеях, во дворах и даже на детских площадках. Можно ли привлечь к ответственности недобросовестных хозяев животных и как правильно убирать за своим питомцем, расскажет Ирина Корчагина. За мелкого сколько было? Мелкого. Мелкого вообще было много. Картина масла. Маленькие кучки сегодня запорошила снегом. Эту попробуй спрячь. Песик Миша такое не одобряет. На прогулке собака не оставляет за собой улики. Продукты жизнедеятельности Миши убирает его хозяйка Оксана в обычный полиэтиленовый пакетик. В последнее время появились тоже мягко выражаясь кучки оставшиеся от животных. И это очень неприятно и некрасиво. И конечно же мы боремся с этим но к сожалению пока до людей не доходит. Менталитет наверное русского человека наверное не предусматривает то что нужно убирать все таки за своими собачками. А вот кстати с точки зрения биологии собачьи фекалии это даже здорово. Это конечно не эстетично. Ну вот просто мы идем и некрасиво эти кучи конечно все видим экскрементов. Но с точки зрения биологии для природы это не вредно. То есть это органические удобрения которые идут. С учетом того что у нас почва обедненная в городе то для земли это хорошо и для деревьев и для травы это тоже хорошо. А вот с другой точки зрения да с точки зрения эпидемиологии это может действительно представлять опасность. Даже наверное не столько хозяйские собаки могут представлять опасность сколько собаки бездомные. Маргоше 9 лет. Еще до этой собаки Ксения уже утилизировала отходы своих питомцев. В пример девушка приводит опыт других стран. Во Франции на улицах устанавливают такие стойки с пакетами и рядом контейнеры для сбора результатов. Барнаул пока далек от такой инфраструктуры поэтому собаководам приходится выкручиваться самим. Если я нахожусь где-то далеко то я выбрасываю в мусорницу городскую если это недалеко как этой организации обычно народу это не нравится. Второй вариант это мусорный контейнер во дворах домов. И третий вариант если так удобнее то это пакет в сумочку специальную и дома утилизируем. Я надеюсь что в парке например у нас будет мусорница куда можно будет выбросить потому что я понимаю что например людям которые сидят на лавочке рядом у нас открытые мусорницы видеть там собачьи отходы тоже неприятно поэтому я стараюсь в местах пользования широкого не выбрасывать. Таких как наши герои Оксана и Ксения в Барнауле не очень много и ведь сегодня недобросовестных хозяев даже нельзя оштрафовать если человека поймают за руку а собаку за лапу их просто пожурят несмотря на то что у нас действует закон об ответственном обращении с животными. Лица допустившие нарушение несут административную уголовную ответственность и иную предусмотренных законодательством но в то же время в действующей редакции КУАП ответственность за неисполнение требований федерального закона об ответственном обращении с животными на сегодняшний день не предусмотрено. То есть сейчас все что можно сделать это только довести хозяина до суда но при этом просто ему сказать больше так не делай? На сегодняшний день да, мы выдаем предписание но в большинстве случаев владельцы относятся к этому с пониманием и исполнение предписания выполняется. Но в ближайшее время этот пробел должны устранить. Минюстом России подготовлен проект предусматривающий наказание за безответственный выгул животных и возможно что уже в следующем году любители оставить после себя яркий след на земле понесут реальное наказание. Ирина Корчагина Дмитрий Денисов День Столка Ну а теперь о приятном первые тройняшки в этом году появились на свет в перинатальном центре ДАР Три девочки родились еще в январе спустя два месяца а когда малышки окрепли их ждет первое в своей жизни путешествие из родильного отделения домой Наша съемочная группа познакомилась с новорожденными их родителями Три девочки родились с разницей в минуту Анна, София и Виктория в порядке пребывания шутит папа представляя дочерей он же и придумывал имена Все разные Визуально пока не привык но по ватсапу и по видеосвязи сильно отличаются Малышки родились 21 января но чтобы они набрали вес и научились самостоятельно дышать почти два месяца три сестры вместе с мамой находились под пристальным вниманием врачей и анатологов здесь в Даре они набрали по килограмму окрепли и теперь отправляются домой Это так прекрасно детки приносят большое счастье и мы с мужем очень рады что у нас сразу столько деток У родителей не хватает рук чтобы унести свое богатство помогает бабушка она кстати все это время была возле дочери помогала выхаживать тройняшек поздравить новорожденных и родителей пришли не только самые близкие Если бы каждый раз все постолько я думаю что мы бы выполнили и достигли всех показателей Бог вам дал самое большое богатство которое может только быть у людей Уже шок отошел как бы уже в ритм вошел сейчас посмотрим как оно будет Анара Шагирова Александр Энтропов День с толком Сегодня профессиональный праздник людей которые свою жизнь посвятили культуре и искусству нашли себя в творческих профессиях В Барнауле много тех кто считает себя работником культуры но рассказать мы решили об одном человеке Ее фамилия многим знакома особенно студентам Вера Медведенко педагог Алтайского государственного института культуры режиссер Почему за годы работы она поняла что необходимо быть трезвым и слушать время Расскажем далее Да-да-да Раз, два, три Хоп! Вот так на раз, два, три она заставляет биться студенческие сердца в унисон со своим Вера Медведенко уже шестой год руководит театром под названием Маска Это ее далеко не первое детище но особенное на сцене молодежь Аграрного университета Здесь совершенно другая среда но здесь ребята которые горят и страстно желают чего-то сделать на сцене и они принимают мой мир который я им предлагаю для создания на сцене они начинают верить в это Они приняли ее мир а она научилась принимать и понимать их Традиционные актерские тренинги сочетают с современной молодежной культурой Для Веры Медведенко в профессии важно время которое она научилась слушать Когда ты не слышишь время ты немножечко сам остаешься там в прошлом Я не люблю вот эту знаете фразу бойцы вспоминают минувшие дни Я не люблю ностальжировать Я люблю вот быть или во времени или впереди Несмотря на это есть вещи которые режиссер не может понять Это стремление многих людей особенно девушек избавиться от собственной неповторимости Говорит в актерах ценится индивидуальность в том числе внешнее а не идеальное кукольное лицо Настоящие брови настоящие губы оно всегда ценится особенно ну зачем это актеру потому что актер должен уметь передавать если он не может на губы свои там вот когнит сделать так потому что у него накачано или вот здесь прокачано так что он ничего не может эмоций а зачем Медведенко считает что ей везет на студентов во всяком случае посторонние в ее коллективах не задерживаются она ценит в людях искренность и правду а еще Медведенко за трезвость трезвость по отношению к своему успеху убеждена только так можно состояться в профессии Елена Кузовкина Артем Гусельников Дмитрий Денисов День с толком К новостям спорта не очень приятным хоккеисты барнаульского Динамо Алтай потерпели два поражения на выезде от красноярских рысей накануне наши упустили победу за секунду до конца основного времени в итоге досадное поражение выиграть не получилось и сегодня счет открыли хозяева и хотя динамовцы его сравняли в конце встречи на табло цифры были не в пользу барнаульцев 2-5 теперь у динамовцев больше нет права на ошибку 28 марта дома они вновь принимают красноярцев пока в серии полуфиналов в высшей хоккейной лиге мы проигрываем 1-3 есть надежда что зрители помогут на матч уже продано больше тысячи билетов на этом у меня все спасибо всем кто нас смотрит и не только по телевизору но и в социальных сетях и на ютуб для вас работает телефон нашей редакции 205-545 подписывайтесь на нас ставьте лайки участвуйте в обсуждениях обязательно звоните но через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar до встречи субтитры